так еще я вышивала бисером у меня есть вот такой вот наборчик паутинка спас нерукотворный размер работы 20 на 25 сантиметров артикуль b1023 набор мне подарила моя рукодельная фея вот здесь феечка подарила мне рукодельная фея и вот моя эта рукодельная фея на меня как бы так привлекла к вышивке икон раньше я никогда их не вышивала теперь вот с ее легкой подачи я теперь вышиваю и иконы не часто ну вот потихонечку там одну в год 2 в год я так вот потихоньку вышиваю вот что у меня здесь на вышивалась немного на самом деле я вышила надо увеличить эту как-то неудобно мне был показывать все мои бисеринки самое же интересно посмотреть с близкого расстояния правильно правильно вот я вышивала вот эта часть здесь в общем то такой серенький фон очень однообразные легко вышивался и дальше я переключилась вот с правой стороны стала вышивать вот этот орнамент вышивка очень простая потому что здесь очень легкий орнамент немного цветов используются поэтому за вечер два можно вышить достаточно много поэтому и кажется что у меня здесь продвижение таких бы не неплохие достаточно хорошо и повышевала хотя работала всего несколько дней с данным процессом просто из-за того что легкая схема легкий дизайн поэтому как бы мне и в общем так так повезло что по бисеру он у меня находится вот в таких вот ромашках я давно их купила ими пользуюсь приклеила здесь вот номер очки и вот так вот он у меня здесь располагается не очень объемный путь помещается много бисера так как процесс легкий я с каждой ячейки вот беру одну не с каждой чеки тот цвет который мне нужен вот сколько здесь там четыре цвета участвуют я их высыпаю прямо на холст из холста вышивая не хорошо различимы не перепутаешь поэтому каких-то сложности нет потом остатки собираю и разбрасываю по ячейкам в общем обычно делаю так каких-то сложных работ у меня еще не было чтобы мне нужно было какая-то более сложная организация а здесь все просто пять цветов я себе насыпаю прям с холста рядышком иголочкой беру вот продвигается потихонечку процесс нравится мне работать с бисером иногда я вот его так полюбила иногда меня прям вот тянет сесть и попришивать мои бисеринки здесь бисер чешский такой очень ровненький видите ровненький хорошенький вот пока вышиваю с правой стороны потом перейду налево и дальше может быть переверну буду вышивать с сверху посмотрю как пойдет но вышивки здесь немного не вот видите вышивки здесь немного вот такой у меня еще процесс продолжаем наше путешествие по моим процессам и переходим к миробилия хочу показать вам как продвинулась моя персифона вот такая красавица она также мне организована нитки в контейнер но не буду сейчас нести вам показывать нитки что их там показывать они все в контейнере единственное вот у меня стоит на моем рабочем столе вот такой еще дополнительный пакет здесь бисер украшалки нитки ручного крошения вот он у меня отдельно в пакете потому что в ту коробочку там он у меня не помещается вот и вот так все это у меня стоит на мне на рабочем столе есть органайзер такой такая коробочка большая объемная где у меня вспомогательные тоже разные вещицы его там вот этот пакет стоит с дополнительными тоже материалами и нитками вышивала эту работу по моему всего лишь один вечер небольшие продвижения сняла сейчас с рамы и храню просто в рулоне потому что рам у меня мало процессов много приходится как-то снимать делиться вот как как-то так и поэтому сейчас у меня работа в рулоне если я найду фотографию как было я конечно же вставлю но если нет если не найду фотографию значит придется рассказать но я думаю я найду фотографию что я здесь вышла совсем немного около 1500 наверно крестиков у меня было бы что где-то вот так ну и вот добавился еще вот такой вот кусочек так как это 16 каунт конечно не так все быстро происходит как на четырнадцатом каунте что повышевал и оп вот сразу виден результат здесь нужно конечно больше приложите усилий труда чтобы стал заметен результат здесь у меня основа не по ключу основы я взяла из того что у меня было в моих запасах я приложила ниточки посмотрела и мне понравилось да конечно же немножко другой будет эффект ну мне понравилось то как сюда легли нитки в основном фоновые мы все нитки смотрятся хорошо на этой основе давайте я достану попробую достать фоновые нитки давай 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 заодно бисер вам еще раз покажу давайте раз я уже достала тут все вам покажу заодно и бисер какой он тут красивенький много его он интересны видите этот очень красивый оранжевый такой апельсиновый я люблю такой цвет прям гранатовый такой вкусный бисер то мятные у нас цвета здесь кстати это тоже персифон это подарок от ольги л крустить оля надо мной взяла шеф шефство засыпала меня подарками вышивать не перевышивать вот такой красивый бисер красота вот такой очень крупный и рубка и вот такой крупный мне очень нравится я не уверена может быть это не вот это персифоны может быть это другого процесса я сюда его доложила я не помню ну пусть лежит найдется хозяин найдется от какого процесса вот и вот они эти ниточки которые я хотела вам показать вот такие красивые ниточки и вот видите как они красиво смотрятся на этой основе видите очень аппетитно мне кажется прям вот прям будет классно будет классно будет классно ну и конечно же все остальные нитки тоже смотрятся на этой основе очень гармонично вот мы прикладываем картинку чтобы вы посмотрели как смотрится на оригинальной на розовой вот и как смотрится здесь посмотрим как получится то что получается мне очень нравится особенно нравится вот эти вот мятные цвета вот здесь вот у юбки переход мы сейчас находимся вот где-то в этом участке вот этот цвет мне очень очень нравится он такой аппетитный свежий замечательно сочетаются цвета просто великолепно также уже я начала вышивать вот эти красные цветочки здесь их будет еще много по юбки постараюсь вам так камера что-то почему-то не настраивается света падает ну вот тут будут еще украшения ну и юбки здесь будет много да это миробилия миробилия это в основном мы шьем юбку шьем ткань платье и потом где-то чуть-чуть совсем лица и волос вот ну это это миробилия вот ну в общем в этом месяце я так соскучилась по миробилии что взялась за нее но и хоть чуть-чуть повышевала продвинула прям с таким удовольствием и еще бы сидела и вышивала и вышивала обязательно вернусь сейчас вот дошли какие-то работы в сп и вернусь к этой красавицы не только к этому не еще ждут красавицы хотят вышиваться вот получается конечно здорово покажу вам чучку поближе крестики какие они здесь тоже ровненькие на основе так надо убрать сторону бисер все остальное вот и покажу вам вот видите вот такие у нас крестики ровненькие ну блин он тоже дает вот эту ровность конечно супер 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 схемка несложная тоже можно брать ниточку и практически полностью и вышивать переходы складочки видите как все это хорошо здесь видно проработано прям классно так скучаю по этому процессу все представить не можете очень сильно скучаю прямо смотрю глажу и хочется вернуться хочется немедленно вернуться к этой красавицы и ее повышевать немножко продвинуть кстати вот видите я также вышила немножко рамочку себе уже очертила поле где будет красавицы у меня останется достаточно большой кусок основы я это все конечно же потом отрежу ставлю себе какие-то края отрежу а вот этот кусочек у меня пойдет на какие-то мои без корнюшки мои маленькие прикладножки в общем вот такой процесс видите сколько не так дополнительно еще очень много я вообще в этом году летом точнее даже ну как бы очень много купила не так потому что организовывала процессы сразу много и понятно что на все процессы всех не так не может хватить тем более какие-то повторяются есть какие-то процессы где нужно много мотков одного цвета вот как сюда вот таких вот мятных примеру до зеленых и я очень много не так докупила в этом году пополнила коллекцию но конечно останется у меня поэтому коллекция ниточек у меня пополнилась очень хорошо вот много здесь у меня тоже цветов всяких какой красивый класс вот я его хотела перемотать не домотала вот кстати нитки я также по перематывала тем летом все что у меня были у меня было больше 100 мотков в пакете я их все перемотала представляете мне в аккурат хватило бобинок у меня было так много бобинок и вот все все практически бобинки у меня ушли на ниточки на перемотку и даже не хватило контейнера нужно будет до заказать себе где-то купить контейнер именно хочу от dms чтобы у меня нет и dms в этих контейнер чтобы они все были вместе в одном контейнере не в одном контейнере в одном стиле чтобы они были у меня организованы и вот как раз мне не хватает наверное одного контейнера может быть надо еще один купить потому что будут дубли ну хотя бы один нужно будет еще до заказать похожу по магазинам может быть найду у нас эти контейнеры они мне очень очень нравятся и нужны так а вот такие контейнеры где у меня процесс у меня тоже их несколько под миробилии у меня вот такие контейнеры из наших магазинов они недорогие они в общем то неплохие но не хватает здесь высоты и приходится немножечко как-то под наклоном укладывать бобиночки ну и мне хочется чтобы нитки dms были организованы именно в одного типа контейнера вот такие оставлю под организацию процессов то вот принципе тоже вот так неплохо вот ну что с этим процессом все перейдем к следующей меробельки снимаю снимаю знаете только сейчас обратила внимание я забыла поставить дополнительное освещение я сегодня конечно в ударе просто что сказать но уже ладно да снимаю так как есть надеюсь что камеру моя хорошо сфокусируется сможет передать цвета и все остальное уже заканчиваю показ о моих процессах поэтому не буду уже тащить лампу ладно так уж так уж сегодня сложилось лавандр эндлейс ангел мира очень интересный долгожданный дизайн когда увидела этот дизайн просто влюбилась первого взгляда очень красивая девушка красивое лицо и конечно же богатое убранство я когда покупала еще даже не догадалась насколько богато будет здесь убранство это для меня конечно был большой сюрприз и очень очень казался интересный процесс перед вами то что у меня есть на сегодня постараюсь найти его фотографию вставить фото того что у меня было так вроде бы свет лучше падает но но мне на раме вы уж позвольте я не буду снимать с рамы потому что я планирую конечно же еще вернуться еще немножко повышевать этот процесс так вставляю вам фотографию ну и вы видите как подрос мой процесс я повышевала здесь не металлик не креник здесь rainbow gallery используется повышевала вот здесь вот здесь вот здесь очень много вышила вот в этой части и вот здесь вот сверху конечно ниточками то что я смогла вышить по схеме вот зелеными оттенками подол платье такой вот малахитовый красивый цвет вот так вот но настраивайся ну вот я практически все вышила вот видите вот вот эту часть вот здесь вот так осталось вот тут сверху чуть-чуть зеленого и вот дальше пойдет уже в юбку в платье будет переходить но подол сам я уже практически завершила здесь несколько оттенков используются rainbow gallery и это конечно же очень увлекательный процесс и вот видите смотрите вот моя рука да такой большой кусок я вышел это всего лишь это всего лишь вот такая маленькая частичка этой этого дизайна тут еще шить и шить я конечно же когда вот это вышла посмотрела сравнила что вот такой огромный кусок это всего лишь одна частичка и не здесь еще столько всего вышивать конечно это будет наверное самая грандиозная моя работа вот честно самая грандиозная самая большая самая насыщенная почему грандиозная потому что она будет во первых большая по размеру здесь у меня отрез 70 50 на 70 по моему ли 60 на 70 такой достаточно большой кусок наверно все таки 50 на 70 но я точно не вспомню вот это 16 снова мурана да там урана 16 аккаунт вот и здесь используется несколько цветов rainbow gallery много будет украшение бисера это настолько будет все переливаться все блестеть много будет украшений вот это вот все желтое это все наши металлики вот здесь будет отделка металликом юбка расшиваться металликом и бисером вот здесь металли здесь металли здесь металли конечно металлика здесь нужно много у меня уже одна бобиночка закончилась и хорошо что я заказала еще покажу вам свою организацию потом покажу еще раз мышевку ключ я конечно сделала копию чтобы можно было со спокойной душой все черт если случится неприятность чтобы была чисто схема вот вот у меня не не сидите я тут все вышивая вышиваем сейчас я перешла вот на этот участок очень очень интересный участок там же другие цвета пошли я прям в предвкушении но здесь я еще не дошила мне нужно я вышла только вот значок красный значок это один цвет rainbow галлери а между ним еще светлый rainbow галлери я еще вот не вышила вот эти вот границы и здесь тоже очень много нужно будет вышивать до такой процесс очень трудоемкий видите как он у меня организован здесь у нас около 50 цветов вот такие вот ниточки кстати покажу вам растяжку не так вот давайте посмотрим на примере коричневых какая здесь красивая растяжка как все грамотно продумано когда вышиваешь вот эти цвета не вот так вот сочетаются вот так накладывается видите поэтому получается красивый переход в складках одежды вот так точно также малахитовых цветах и в синих цветах очень красивая растяжка вот смотрите где у нас эти малахитовые наши цвета вот они видите уже бабиночки такие худенькие мне кстати уже 500 и закончился тоже вторая бобинка и вот эти уже тоже же такие худенькие не так будет уходить много вот это у нас коричневые что у нас коричневые видите тоже какая красивая растяжка красивая палитра что тут сказать мне сейчас такой участок где буду вышивать оборку юбки будут идти сине голубые цвета как мне хочется этот участок повышевать девочки и он просто не могу передать словами и вот смотрите вот красивый какие цвета видите очень красивые очень красивые оттенки а это вот она богатство мой металлик рейнбоу гэллери 1 у меня уже ушла причем по схеме указано вышивать в две нити я посмотрела ну на мурана мне как бы очень плотно в две нити я вышиваю в одну и очень большой расход в 2 это было бы но не знаю тоже что сказать если будете вышивать девочки берите катушечный металлик правда вот но ради экономии вот основной цвет это ppb пи би 0 1 простите пи би 0 1 вот одна эта катушечка у меня ушла уже здесь 25 ярдов 22 и 8 метров еще три у меня в запасе пи би 0 2 у меня тоже три катушки это у меня с другой красавицы с рождественской но я решила использовать его здесь потому что здесь нужен крень креник бленд из двух цветов я решила не использовать бленд а решила использовать вот эту ниточку потому что она сама по себе как бленд видите между желтым вот этим и желтым желтым и белый как там светло-желтым между ними в общем он идет вкраплениями я решила использовать этот цвет это нд 2 вот если будет кому-то интересно использую как бленд но это тоже здесь по ключу пи би 14 очень красивый цвет и он так классно встраивается в ту палитру где я им вышиваю просто шикарно просто просто шикарно я конечно вот честно скажу лаванду оценила и полюбила больше чем разработки миробили и потому так давайте вам еще раз покажу вот такой вот бисер вот такой вот у нас здесь бисер крупные бусины не знаю с этого дизайна полу с этого вот и дополнительные там не для блендов дополнительные еще матки вот они здесь еще не все перемотала видите очень насыщенный дизайн вот такая у меня здесь организация всего так в коробке вот такие очень хорошие коробки так мои схемки тоже скучая по этому дизайну по этому процессу уже хочется прям поскорей поскорее вернуться и повышевать вот этот вот вот кусочек я здесь уже чуть-чуть приступила хочется мне вернуться к этому дизайну я немножечко уже приступила вот к этому участку видите здесь у меня ниточка креника вот этого красивого красненького шоколадного не знаю как правильно передать этот цвет наверно все таки шоколадный здесь разбросаны эти крестики и они разбросаны в подоле в синем подоле юбки вот он этот подол здесь будет вот этот вот креник очень красивый подол красивые сочетания цветов вот эти складочки хочется повышевать вот эту растяжку как это красиво все накладывается один цвет на другой просто это что-то такое волшебство как мне нравится этот дизайн я не могу вам передать словами вот вообще знаете после вот этой красавицы я больше стала рассматривать дизайнов и миробилии лавандер эндлейс хочется вышивать ее дизайн и но перескажу что миробилии тоже прекрасные я тоже их буду вышивать потихонечку будут присутствовать в моей ротации и дизайны от миробилии вот такие у меня здесь продвижение еще раз вам постараюсь поближе показать и крестики то как получается ну давайте вам покажу видите очень сложно показывать металлик потому что он бликует как бы до отражает вот так я думаю вот удачный ракурс горло уже садится нужно делать перерыв нужен перерыв и и и итак продолжаем я надеюсь вы еще со мной если вы еще со мной пожалуйста отвлекитесь поставьте лайк поддержите это видео и теперь мы перейдем к процессам которые я начинала в летних стартах я хотела начать побольше получилось поменьше но тем не менее и тем начинанием которые у меня произошли я очень рада действительно рада что я их смогла начать я для себя сделал очень много выводов во первых я пойду те процессы которые мне хочется вышивать которые меня зацепили своим дизайном легкостью еще чем-то те процессы которые мне нужно еще доработать подумать над ними поэтому я считаю проект очень удачным и знаете еще один очень важный момент тот что у меня ушел какой-то барьер я всегда боялась начинать мне казалось что ну как всегда июля но зачем тебе начинать столько много вот там вот пусть лучше полежат целыми наборы и так далее вот именно с этим начинанием у меня ушел этот барьер я поняла что в этом нет ничего плохого я начала я попробовала посмотрела нравится не нравится что он будет лежать я деньги заплатила как бы мечты мои вот они наполовину осуществились до что мне появился набор но я-то его не начала не попробовала не посмотрела понравится мне не понравится вообще какие-то ощущения получить от процесса а вот благодаря этим стартом я прям преобразилась и хочется продолжить еще сделать старты и конечно будут они старты я сейчас немножечко приведу в порядок свои дела рабочие вышивальные совместные проекты и так далее и мы опять пустимся с вами по путешествия по стартам так но пока я вам тут делаю предисловие так сказать я уже сразу достаю первого пред первый процесс который мне попался под руку они мне все в разных пакетах и тут их рядышком принесла сложила чтобы было легче доставать и вам показывать этот набор не нуждается в представлении dimensions фредерик литератор размер работы 30 на 28 сантиметров вышивается на аиде 14 аккаунта это простая серия не золотая очень известный дизайн его раньше прям вот вышивали все повально но потом видно уже приелись и я мечтала тоже вышить этот дизайн я вообще люблю котов от чарльза высоцких и джеймса trims trimstret может быть я неправильно произнесу сейчас его фамилию джеймс trimstret тоже есть разработки этого автора у dimensions это кот леонардо мэгги макс это чарльз высоцкий вот этот кот по моему тоже через высоцкий а леонардо это уже джеймс у него тоже шикарные коты и его котов используют для схем другие фирмы больше чем dimensions вот так что у нас здесь так здесь у нас золотая ниточка в комплектации видите все как я вышивала так и сложила тут у меня маркер не маркера карандаш от прим белый я им делала разметку почему-то здесь оставил нужно его переложить в мои в мои аксессуары он еще может потребоваться вот тут моя игольница служит органайзером для блендов кстати благодаря моим стартом летнем мои игольницы бедняги раз разберлись по всем процессам нет игольниц все нужно работать и ускоряться и вышивать игольницы что такое нет игольниц так ну ниточки здесь участь припаркованы сверху так вот большая большой пучок не разбирала в косичку не заплетала потому что был вот несколько дней его повышевала и все вот нитки здесь конечно классные так соскучилась по оригинальным ниткам dimensions прям поняла это надо надо вышивать оригинальные наборы девочки да ну и вот то что у меня вышилась в моих летних стартах вот тот котик практически тут я все его и вышел этого кота нет только бы все чего усиков усики не до вышивала тоже будет потом так легко вышивается такой простой дизайн с таким вот удовольствием я вышивал этого кота такой он вкусненький такой он классный так легко все вышивается эти книжки прям вот к этому процессу я хочу прям вернуться скоро скоро хочется к нему вернуться потому что легкий приятный и несмотря на то что здесь черная основа все-таки 14 каунт дырочки даже на ощупь находится можно вышивать в общем тут не знаю что еще сказать можно только у хвалить хвалить и умиляться этим дизайном он классно на интересные несмотря на то что уже достаточно старенький его все повышевали он того стоит его стоит вышивать потому что он приятный это такая отдыхалка просто супер вот ну вот то что у меня здесь получилось разметочка мне тут этим карандашиком он меловой поэтому он оставляет такие отпечатки но он хорошо отстирывается и на черной основе как бы то что самое самое простое и безопасно то что можно было сделать вот это у нас тут один старт дальше буду немножко шуршать чтобы не делать сильных пауз не переключаться не получается как-то по-другому процессов много вышивки в них немного поэтому буду как-то быстренько вам все это показывать вот так анкор майя это мини такой набор анкор майя он меньше чем стандартный набор по размеру но и дизайн по моему 20 на 20 сантиметров где размер не вижу 25 на 25 так конвертик с иглой и к одевателям я не открывала что у меня здесь здесь конечно у меня куча куча вопросов с этим дизайном здесь у меня а и до 18 канта вот такая вот желтенькая светленькая так как здесь у меня в этот этот сложный дизайн здесь много три четвертых креста очень сложный бэкстич но кто вышивал майя тут знает что с мая конечно нужно быть предельно внимательным и терпеливым вот я выбрала вот такой вот равномерку она немножечко потемнее на чуть чуть больше у нее кофе чем чем молока это сливочная вот я стала вышивать мне девочки говорят и может и не очень удачно подобрал основу честно скажет не знаю вроде бы и неплохо она смотрится со всеми нитками это основа если вот так вот их разложить ниточки вот вроде бы фене плохо все хорошо но это конечно она более солнечная она более сливочная это основа вот все таки вот чуть-чуть на тонн это основа темнее но у меня равномерки другую больше нет вот такой подходящей плотненькой то по моему мурана что это у меня здесь это у меня мурана 32 каунта да поэтому ну будет чуть побольше работа на иди конечно такие дизайны лучше не вышивать будет сложнее много бэкстича в центре веточки не знаю вот я вот думаю вот с этим дизайном я думаю думаю но лучше у меня ничего нет я думаю даже если я на это основе выше но не критично будет вот будет мне кажется тоже очень хорошо вот видите как они смотрятся вот так не знаю как показать вот так пишите ваше мнение она очень мне необходимо полезно я к вам прислушиваюсь если большинство напишет что нужно заменить основу буду искать но я попробовала вышила за пару дней вот такой кусочек ничего нормально пока вышивалась много три четвертых креста конечно нужно внимательно вышивать вот то что получилось ну и соответственно сверху будет много бэкстич а вот видите вот такие мои крестики первое начало что скажете пишите 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 буду думать буду настраиваться схемы дополнительные нитки целая 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 куча всего вот все как было я все вместе складываю обратно в пакет нужно такой большой большой пакет все эти материалы здесь у меня хранились и буду думать что мне с ним делать то ли вышивать то ли дорабатывать дизайн тоже я не давно мечтала целая история с этим с этим дизайном связано вот наконец-то нашла купила ну вот теперь думаю думаю как вышивать то его ну слава богу что хоть открыла попробовала шикарный и у меня к нему есть пара там такой красивый букет цветов тоже когда-нибудь будет а вот этот вот дизайн это у меня просто моя любовь моя любовь и тоже с этой любовью как бы все хорошо но не хватает времени рук панна мои любимые подушки это у нас вода стихия вот вода и землю мне не вышита а ветер и огонь у меня вышит и ждут ждут оформления так что здесь но здесь шикарные просто яркие нитки просто бомба что тут сказать посмотрите какой здесь какой праздник они коротенькие но для меня не проблема я их складываю в 2 вышиваю нитки посмотрите какие классные 14 основа белый белый цвет основа 14 каунт все как бы очень просто стандартно и вот такое вот начало очень легко вышивается за пару вечеров или за один вечер я уже не помню вышелся меня вот такой вот фрагмент так ярко получается так классно вот видите сравним с обложкой то на самый низ видите там же дельфинчик у меня а у меня здесь дельфинчик уже проявляется я думаю что это такое дельфинчик будет но здесь такой какой-то фиолетовый будет красиво будет ярко будет красиво я точно знаю я уверена шикарный вообще дизайн я знаю что девочки сейчас гоняются за этими наборами и конечно не найти они сняты с производства я прям вот чудом 2 купила и 2 мне подарили просто вот такое чудо волшебство ура ура они у меня все есть и но в этом году я уже так понимаю я в пролете хотя мечтала в этом году их вышить но вот как то вот так ну хотя бы один уже начала буду потихоньку вышивать значит уже на следующий год как бежит быстро время и почему наборы так быстро не вышиваются почему они так долго вышиваются скажите мне девочки так кольца все выше все формить все хочется вышить все такое красивое также с этим справиться вот ну уже начала уже старт и есть если есть старт значит значит уже все будет хоть как-то идти на этот процесс кстати я уже себе кое-что придумала как мне мои процессы все вот эти вот мои мои старты как мне их продвигать час я вам всех покажу быстренько и поговорим с вами о ротации и о моих продвижениях как я буду с ними работать так таких вот в пакетах я и храню такие на зип застежки кстати очень удобно я переорганизовала свой рукодельный уголок навела там порядок тоже постараюсь снять видео и вам все показать что у меня там происходит моем рукодельном уголочке вот такие у меня еще есть папки тоже они очень удобные для организации таких вот не очень объемных работ так делают набор на планшетках и все не надо больше ничего это не то что 100 не крик 70 цветов так что у меня здесь столько всего так 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 это у нас рога блин корзина с розами с этим процессами тоже участвую в сп райский сад но не очень умеетом продвинулся совсем маленький кусочек больше я ничего не успею вышить уже с этим в этом дизайне в нашем совместном проекте размер будет 15 на 20 метров 26 цветов всего лишь участвует так ведь здесь моя кабеленовая сетка вот она вот что у меня здесь на вышивалась всего лишь так белый лист бумаги найти вот всего лишь вот такой вот маленький фрагмент велико сеточка что хочу сказать я думаю что в процесс ну нач на начальном этапе мне понравился процесс вышивалась все очень легко быстренько шустренько нет сильно одиночек поэтому нет проблем с закрепкой нити можно все это преодолеть и все это вышивать единственное конечно не знаю как мне правильно вышивать гобеленовым стежком я что-то пробовала то гобеленовым то там полокрестом изнанка ужасная ладно еще конечно буду пробовать и учиться но вот на данный на данном этапе мне в общем то как бы мне нравится то что получается и нужно будет еще конечно повышевать чтобы мнение мое сложилось уже полностью ну вот этот вот лист начальный схема здесь очень крупная я ее зачеркиваю чтобы не потеряться в таком большом объеме ну вот нужно до вышивать еще этот кусочек буду передвигаться дальше на другую схему в принципе понятная четко очень логичная схема я не могу сказать что мне какие-то здесь и сложности нитки хорошие единственная вот не люблю вот эти планшетки потому что как-то нужно отмотать потом куда-то это нитку нужно примотать тут у меня уже иголки сразу я паркую прямо в эти бобинки но не знаю пока вот так должен вот есть иголки кстати со всеми моими начатышами у меня ушли все иголки которые у меня были в запасах я покупала очень много игл я люблю гамму номер 26 и когда-то я купила прям большую пачку думаю вовне теперь этих игол на всю жизнь и как только я начала все мои вот эти процессы эти старты у меня иглы стали заканчиваться не то сейчас вышиваю 24 24 не мой любимый и вот смотрела сейчас недавно видео надежда я рукодельница начинала там новую многоцветку и тоже рассказывала о организации у иглах и вот у надежды наоборот она любит 24 и ей не хватало 24 а мне вот как раз 26 очень нравится 24 для меня крупноватые я их беру только когда там в три-четыре-пять сложение нити идет так в две нитки люблю 26 вот и такая вот история до иглу мне теперь не хватает нужно делать закупку игл я кстати гамму очень люблю у них есть по поострее кончик и мне это нравится чтобы были иголочки поострее вот да вот здесь мне вижу припаркованные иглы вот здесь вот здесь вот везде иглы и теперь и голую ли не хватает но есть еще 20 пачка 24 что делать буду шить ими что куда деваться но мне скоро уже заканчивается мой процесс зимней радости там много-много игол на парковушке поэтому скоро ряды будут пополняться вот такой у меня процесс он у меня начинался в сп сп райский сад но к сожалению судьба его такая он начался и продвинуться он не успел юли так много процессов желаний хочу шик что сожалению с процессами история такая кому как повезет здесь план уже не помогают здесь просто чисто вдохновение кому как повезет повезло процессу вышивается не повезло не вышивается мне с такие наборы их по двора заставлю в планы на ну как бы из года в год они переходят и представляете вот мне не вышиваются а есть такие счастливчики у до которые там купился раз и сразу сразу за вышивку и вышивки поэтому у меня здесь дело случая следующий процесс который у меня был летних стартах это шуршалки шуршалки это у меня вырвака вырвака экзотические животные вот такой интересный коллаж кстати тоже подарок нем очень много подарков от моих подружек фиг вот что у меня здесь получилось здесь у меня аида 14 каунта кремового цвета ночника приятная основа и вот такой вот у меня здесь старт я вышила вот этого венцинозного павлина мне девочки подсказали я потом его посмотрела в интернете он очень красивый этот павлинчик павлин журавль нет журавль венцинозный журавль да 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 очень красивая птица разметка у меня здесь опять же меловым карандашом от прим вот как этот беленький вот он такой же есть синенький они хорошо тассироваются но к сожалению очень быстро заканчиваются стираются быстро их нужно подкачивать ну вот для таких процессов то что нужно вообще на цветных основах маркером лучше не пользоваться только на белой основе то нужно проверять вот как у оксаны и деризы еще у девочек бывают такие моменты что маркер не стирается у меня маркер мой проверенный от clover ему же не знаю лет шесть точно есть и он у меня до сих пор работает служит верой правды но только на белой основе на цветных кремовых и так далее я конечно же и маркером не пользуюсь это очень опасно вот такой у меня красавчик получился здесь посмотреть какой у него глаз я уже приступила к фону и к его этому хохолку венцу на голове ночи шить и шить вообще вышивается просто легко в удовольствие такая отдыхалка знаете взял и раз и вышел вот и здесь я сделал себе органайзер потому что иголочки потому что все равно его делать поэтому я сделала сразу что-то если не приклеилась вот у меня вот такой вот органайзер для игл и ниточки в косички мы уже разного разлохматились какая-то нитка не вытаскивала что-то запуталась и нужно будет переплетать косу вот но это уже на следующий год скорее всего этот процесс посмотрим посмотрим следующие 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 у нас сразу нас органайзера это у нас ланарты леди с ароман леди с лиловым цветком из моих недавних покупок кстати покупки у меня тоже есть и очень масштабными там целая коробка покупок тоже нужно будет собраться силами и вам снять это все показать вот такая шикарная девушка здесь у нас лен тонированный такой очень тоненький хорошенький и здесь у нас вышивка крестом в одну ниточку так где я вам показываю что я вам показываю я немножечко уже устала вы меня простите если немножко я где-то как-то шуршу может быть не очень аккуратно показываю потому что честно скажу уже устала стою стоим и немножко мне тяжело так вот этот вот участок этом я начала вышивку с центра примерно вот с этой точке это у нас шея девушки вот цветок вышла немного потому что идет разброс здесь по крестикам разметки здесь у меня нет вышивая без разметки и такие процессы идут у меня достаточно мел медленно каунт мелкие это тоже как бы сложность свою добавляет ну вот такой вот маленький кусочек вышелся причем здесь цвета такие они ну как бы однородные можно так сказать рисунок проявляется сложно да не так что там вышел и уже там глазик ушка что-то здесь вот нужно вышивать и вышивать чтобы начал проявляться рисунок поэтому к наверное поэтому немного у меня здесь вышелось но тем не менее старт есть процесс интересные обязательно хочется его завершить размер работы 20 на 30 сантиметров как я сказала вышивка в одну ниточку ниточек здесь немного планшетчика посмотрите какая его так завязала нитки в узелок вообще мало значки подписала так ну я думаю что когда я настроюсь на этот дизайн я достаточно быстро его вышлю потому что схема здесь несложная крупная все понятно ну вот ниточки здесь иголочки точнее припарковались вот так не очень удачно как-то совсем ежик у меня получился ну ладно пока там идем дальше еще из недавних моих покупок такой мега набор очень интересные раритетные хотелось бы надеяться чтобы символичный он был ну кто его знает не надеемся у бога другие планы так это у нас ростомер ростомер фирма lanarte это специальный выпуск эксклюзив от марии ванна шаренбург называется я и мои друзья размер работы будет ростомера наверное 23 на 123 сантиметра вышивается на равномерке такой очень интересная плотная может быть это хардангер я кстати нигде не нашла что-то за равномерка вот такая вот красота здесь должна получиться сейчас я это все вам разложу покажу обложку достану не так здесь много тут 4 планшетки по моему такие яркие сочные классные нитки вот посмотрите какая палитра разнообразная вот то что у нас должно получиться покажу вам поближе дизайны вот это вот дизайн покрупнее показан из этого ростомера здесь у нас девочки и мальчики вот так так настраивайся камера ну вот такая девчонка здесь с буренкой мальчишка с овечкой тут девчонка с собачкой почему-то четкости нет ну вот так здесь у нас опять же малыш с мишкой тут тоже у нас овечка девчонка с овечкой здесь зайкой малыш спит и здесь с котиком здесь опять с мишкой вот такой вот интересный ростомер вот эти дизайны не буду доставать схему схема огроменная просто вот три листа схемы там если их разложить это будет как полуторная кровать он не закрывает и полностью такого вот размера огромного схемы наверное это для того чтобы не копировали действительно скопируя такую схему это просто невозможно вот и значит в этой схеме там представлены еще блоки можно сделать также и метрику из этих картинок и представлен несколько сочетаний что можно взять там там вот для девочки выбрать девочек и сделать метрику для девочек можно выбрать мальчиков сделать метрику для мальчика можно один сделать можно четыре блока собрать вместе очень кстати интересный набор он еще встречается в каких-то магазинах но дорого вот мне спрашивали но дорого я купила девочки сама своему счастью не верю очень дешево таких цен не даже оптовых я эту тему уже рассматривала даже оптовых таких цен нет как я купила просто какие-то остатки не знаю что там как-то получилось я все забрала вот ну и что у меня вышилась снизу вот такой вот в маленький фрагмент и я уже начала вышивать нет бэкстич и поэтому ничего не понятно но и не доши то конечно здесь мир девочка начала вышиваться вот внизу вот девчонка такая красиво сделала я себе даже вот такой вот органайзер для игл потому что цветов здесь много не так много схем объемная ткани тоже здесь много просто огромный рулон конечно вышивать этот процесс не просто но все можно соответствует это равномерка 14 каунту она очень плотная классная но она уже пыльная такая ее нужно будет хорошо хорошо постирать но это не проблема все постираем все погладим вот такой вот красоту я тут вышиваю начала вышивать точнее но обязательно продолжу просто вот интересно я его вышью интересно поэтому я его вышью так еще немножко еще дизайнов у меня осталось скорее всего это завершающий дизайн я так думаю да потому что больше у меня нет начатышей понятно кто попадали так смотрите что у меня здесь есть я по моему вам не показывала тут ничего про этот дизайн ничего не рассказывала так это у меня вышивается это у меня вышивается звезда от фирмы justnan восьмиконечная звезда где-то вставлю фотографию хорошей фотографии нет в интернете какая-то вот она только есть такая расплывчатая но хотя бы вы будете представлять иметь какое-то представление что должно получиться вставляю фото и то что у меня есть на сегодня значит у меня здесь ткань не по ключу у меня просто были куплены две тканюшки мурана зеленая вот такая вот нуга и когда я видела эту звезду у тамары cross stitch она ее вышивала собирала я поняла что мне эту тоже как к зябре но обязательно нужно себе выполнить и вышить и сразу картинка пазл сложился у меня в моей голове у меня есть эти две ткани не будут сочетаться великолепно и я сразу нашла в интернете схему схема была ужасная но со мной поделилась девочка подписчица и процесс пошел ну пока не очень сильно шустро пошел на самом деле вот что у меня выше то нужно вышить 8 блоков в 4 зеленых и 4 вот на розовом у меня выше полностью только один блок вот вот эти вот зайчиком посмотрите какой он хорошенький этот зайчик цветочки тут такие конечно некоторые цвета я изменила потому что я изменила основу я выбрала более сочный более темный зеленый цвет чтобы было по контрастнее и это будет сшиваться вот так вот цветочки будут у нас на внешней стороне а внутри будет вот так вот зайчик и так далее да они будут все разные все квадратики все разные вот нужно вышить немного вышивки поэтому как бы ничего такого сложного нужно будет вышить 4 блока вот на зеленом 4 на розовом и потом все собрать единственно у меня не хватает материалов по спорке у меня не хватает полиперлец я еще не нашла ну все впереди и вот здесь вот так с краю я буквально позавчера не знаю чуя маня боялась мне не хватает этих моих игольниц мне захотелось вышить еще петушка у меня схема вот паны там знать эти карточки открытки и там разные петушки вот мне хотелось вышить петушка я здесь себе уже такой контур на металла ноги вышила потом не стало неудобно вышивать с краю и я решила отложить пока еще мелко было мне вечером вышивать ну начало я вот он не показываю вам сижу сама рассматриваю рассказываем уже все устала вот в общем начала и все выше в этот немного поэтому я думаю что какой-то такой вот подушечку с петушком я сделаю карточка где то есть где она есть наверно в блокноте рассказываю рассказываю ничего не показывал вот он вот этого петушка я хочу вышить и сделать просто подушечку вот здесь у меня блокноте мне мои уже финиш и в этом году меня уже 14 практически я уже сюда и зимней радости записала уже все у меня в готове это уже финиш хотя хотя еще там шить и шить вот видите 14 работок натрудилась на вышивалась в этом году вот такая красиво мне здесь история мне это будет моя фирма эта звезда она в садово называется восьмиконечная звезда мне будет фирма у меня будут там петушки и у меня там будут овечки в общем я немножко по-своему все это сделаю ну и здесь у меня целая куча ниток это я подбор дело под петушка потому что там он в гамме а я в дмс и пнк по моему тут что-то подбирала больше дмс пнк то так взяла на всякий случай но не понравились цвета будут дмс вот все остальные нитки под звезду здесь кстати их тоже много вот видите сколько у меня здесь не так целая целая коробка много не так вот очень очень много не так магнит и такая организация ленивая и все там все вот так просто так вот по моему все мои процессы если что-то упустила значит упустила я уж так смотрела смотрела но вроде бы это все конечно с благодаря летним стартом у меня получилось очень много всего за это лето так что-то вот положить будем сейчас разговаривать по поводу планов и всего остального так так вернулась к вам так давайте поговорим о планах поговорим о разных философских рукодельных моментах значит после моих летних стартов у меня в пересчете получилось всего 28 процессов посчитала все 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 процессы вот так было 18 стало 28 но я уже завершила петуха на черном я завершила о dimensions 27 зимней радости у меня вот уже точечка стоит уже на подходе скоро скоро ну а остальные процессы конечно еще с ними работать и работать что я хочу запланировать на сентябрь так как это у нас завершающий месяц в сп райский сад как и говорила во первых хочу буду стараться завершить вот этот дизайн это у нас чудесный глава ласковый май здесь уже больше чем 50 процентов выше то хотя конечно не знаю как бы сага посчитала потому что здесь там много полукреста внизу вверх у нас больше креста и бэкстича ну пусть пусть 40 процентов выше то все равно уже как бы работа движется к завершению также я хотела бы ой также я хотела бы постараться в сентябре месяцы но буду стараться хочется продвинуть вот эту работу так нужно найти обложку в минуточку так горло садится уже совсем садится честно не знаю сколько я уже там наговорила также мне хочется продвинуть в сентябре вот это дизайн джанлин по крестиком здесь немного на самом деле и я могла бы завершить эту работу я не знаю что будет получаться по работе работа в сентябре у нас предвидится очень многое и конечно что-то планировать сейчас это ну просто мне кажется даже даже не стоит ничего планировать потому что меня ждет много работы меня уже муж дергать давай выходи на работу я говорю так нечестно каждому свободному человеку положено хотя бы две недели отпуска в год и отбиваюсь как могу вот осталось у меня пару дней потерпите в понедельник буду потом уже справимся со всеми работами дайте дайте немножко воздуха чуть-чуть почувствовать и вот этого отпуска вот и ну хотелось бы конечно вышить и вот эти два дизайна от джанлин как раз здесь осень и зимний сюжет было бы просто супер очень хочется повышевать вот этих птичек они такие здесь такие классные кормушка интересная класс я хочу вот этот вот осенний дизайн вышить то что у меня есть давайте я вам напомню как выглядит этот дизайн очень яркий сочные конечно он меня застал врасплох я когда начала его вышивать я думала это будет такая отдыхалочка все так будет легко и просто но оказалось такая сложная кропотливая работа много три четвертых креста разброс крестиков много бэкстича дробного я помню начала вышивать вот это дизайн я просто плакала просто невозможно как было сложно но все прошло видите вот она красота осталась сложности забываются красота остается до вышиваю я здесь на основе 28 аккаунта это оболь хорн вот такой кусок я здесь себе отрезала вот половинка у меня готова и нужно еще вот два вот этих домика вышить домика 2 окошко выше эти осени и зимы будет у нас с вами красота вот такая вот красота поэтому из планов на как бы на сентябрь это все я больше ничего даже ни о чем и не мечтаю не думаю вот хотя бы вот с этим справиться я уже буду просто счастливая после сентября чтобы я хотела сделать но я так озвучу свои мысли да мы как бы философствуем не воспринимайте мои слова сейчас очень серьезно по философству может получится я хотя хочу сейчас закончить зимние радости потом закончу ласковый май так как легла сильно телефонный звонок продолжаем значит что я хочу сделать я хочу завершить значит зимние радости ласковый май и мой джан лин дальше у меня остается целая куча очень интересных дизайнов каждый из них я хочу конечно же вышивать но понятно что все сразу вышить невозможно времени будет конечно же мало и что если подумал я даже себе вот табличку для этого делала придумала чтобы видеть хорошо процессы и видите что продвигается что нет я хочу брать каждый процесс и вышивать его одну неделю каждую неделю один процесс полностью целую неделю посвящать процессу и таким образом я хочу продвигать даже мои старые заброшенные дизайны за одну неделю можно хорошо продвинуть и я не буду уставать от процесса потому что их много вот здесь буквально там за месяц четыре процесса но пять максимум продвинуться да ну если я захочу еще какой-то взять добавить а так 4 процесса вот такая у меня есть задумка и я прям себе взяла сделала табличку чтобы писать какой процесс я продвигала а какой процесс у меня еще не вышивался чтобы не вышивать один и тот же два раза вышивать только по одному разу этот дизайн ну и там если есть финиш писать финиш или там что у меня какой прогресс прогресс конечно по крестиком считать тяжело потому что я не пользуюсь сагой а может быть начну кто его знает поэтому написала себе прогресс там крестики вот такие у меня здесь мысли по поводу моих двадцати восьми процессов ну возможно будут еще начатыши потому что у меня идут такие покупки девочки такие у меня покупки идут что ну удержаться будет просто невозможно поверьте поэтому это всего лишь мысли на сегодня когда я получу в руки мои долгожданные покупочки может быть я обо всем забуду скажу а буду вышивать то что хочется вот ну что поделать мечтаем думаем играемся с нашими процессами вот такие у меня новости на сегодня целая целая куча у меня процессов я думала что у меня небольшие результаты за два месяца тут у меня оказывается вот сколько всего получается но это потому что были летние старты поэтому у меня процессы процессов много в сентябре не знаю что получится увидим с вами через месяц что получится как получится а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения буду благодарна за лайки за комментарии желаю вам творческих успехов до новых встреч и всем пока пока